ПЕСНЯ 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 Покровом святой Екатерины. Вот святая Екатерина молится за нас перед Богом, а мы молимся святой Екатерине, чтобы она за нас ходатайствовала перед Богом. Вообще, нам нужны покровители, нам нужны защитники, нам нужны ангелы-хранители. Мы молимся Господу, Пресвятой Богородице, Святым Угодником Божиим. Особенно, когда нам очень тяжело и скорбно на душе. Но тогда, когда есть у нас внутреннее желание, когда у нас этого желания нет, человек в воскресный день спит или идёт куда-нибудь отдыхать, но не идёт в храм. Человек, который желает молиться, в воскресный день идёт в храм. Человек, который молится и призывает в помощь того или иного угодника Божия, в день его памяти приходит на общую молитву и участвует со всей церковью в этой общей молитве. Когда человеку всё равно, он не приходит в храм Божий и не молится этой общей молитвой. Исходя из этого, мы понимаем, что сегодня святая Екатерина сама по себе, а мы сами по себе. И наше христианское общество, община нашего города, она далеко и далеко не считает святую Екатерину своей покровительницей. Можно сказать о том, что мы живём в окружении часто враждебно к нам настроенных людей. Людей, которые сто лет тому назад захватили здесь власть, которые не воспринимают христианство по сути и своего происхождения, и своих убеждений, и которые сегодня оставили следы своего захватничества этого города. То есть название улиц, название области, которое принадлежит террористам, бандитам, на руках и на совести которых, если у них не было совести, очень и очень много крови и жертв и убийств. До недавнего времени есть ещё люди, которые здесь живут, и город этот считал своим великим достоянием, что здесь была убита царская семья. Когда пришло сознание, что это всё-таки беда, а не счастье, тогда стали от этого символа отходить. Мы сегодня потерянные люди, и когда у нас возникает какое-то чувство обиды и непонимания, как вообще, что совершается вокруг нас, мы никогда не смотрим сами на себя. Мы себя потеряли в этой жизни. Если бы мы себя в этой жизни не теряли, то наши храмы не посмели бы закрыть на Пасху. И в другое время, ну, не у нас, слава Богу, в городе и в области, а в половине регионов Российской Федерации храмы были закрыты, если бы религиозные чувства и сознание, и те, кто принимали эти решения, знали, что оно присутствует в жизни людей, то рука бы не поднялась. Сегодня человек больше всего боится, что он заболеет и умрет. Но я вам скажу, в общем-то, не тайну открою, что мы все когда-нибудь умрем. Только вопрос в том, что нужно себя беречь? Конечно, нужно. Здоровье — дар Божий. Если мы к этому дару будем относиться безрассудно, то мы как бы безрассудно относимся и к дарителю, то есть к нашему Творцу. Это было неправильно. Но когда мы пренебрегаем возможностями быть в этих открытых храмах сегодня, которые вот так вот свалились на нас с неба в конце 80-х, в 90-е годы, и сейчас за этот год мы осветили семь храмов новых в области, только в нашей части епархии, из одной из пяти епархий нашей области. Но кто это ценит? Люди же не ценили сто лет назад. У них отобрали. Потом стали отбирать жизни. Потом, когда стали отбирать вообще все самое сокровенное, душу вынимать. Но когда все стало возвращаться, народ рванул, стал открывать, стал приходить в храмы, но не обрел для себя, к сожалению, этого пристанища, этого якоря для вечной жизни. И, пожалуйста, другой урок для нашей жизни, что если нам этого, если мы этим не дорожим, не дорожим вечным и настоящим, то и отношение к нам такое будет. Потому что сегодня, кто из нас скажет, что мы являемся хозяевами? У нас есть чувство, что мы хозяева в своей стране? Хоть один человек может сегодня сказать, я себя ощущаю здесь, в своей стране, со своим народом, хозяином. Может, кто-то и скажет, только не среди нас. А почему? А потому что мы потерялись в этой жизни. И в том числе потому, что мы оторвали свою жизнь от жизни наших покровителей. В века наш народ жил под покровом Божьим, Пресвятой Богородицы и Божьих угодников. И свидетельство тому еще оставшиеся, брошенные, разрушенные, но оставшиеся храмы, посвященные Господу нашему, Деве Марии и Святым угодникам Божиим. Но это как напоминание, как крана, как рубец на сердце. Сегодня этой внутренней связи между живущей сейчас христианской общиной и церковью торжествующей практически нет. И в этом этот разрыв он приведет к смерти. Потому что иначе невозможно. Если душа разлучается от тела, то тело погибает. И душа имеет только то, что она приобрела здесь, на земле. Насколько она смогла стать приближенной к небу. Поэтому для нас сегодня очень важный, очень болезненный урок, который мы видим вокруг себя сегодняшний день. И этот урок, он те, кто его не ответит и не сдаст, будет иметь тяжелые последствия. И мы сегодня это имеем и ощущаем в своей жизни. Потому что сегодня День Святой Екатерины это не день города Екатеринбурга. Потому что нами правят люди, для которых все это чуждо и далеко, ни национальные, ни религиозные интересы. А нам самим это тоже, в принципе, мы уже устали бороться за правду. И вот кто-то хочет себя свидетельствовать с тем, с той Екатерининской традицией, а кто-то и не желает. Кто-то уже устал, кому-то все уже надоело. Осуждать тоже нельзя. Поэтому сегодняшний день праздника такого камерного, домашнего, я хотел бы всем нам с вами пожелать, чтобы мы не отрывались от главного, чтобы мы не заблудились по этой жизни и не ходили бы по улицам Хохрякова, Свердлова и прочих бандитов, чтобы наша улица была улицей Святой Екатерины или улицей Александра Невского или Успенским проспектом или каким-то еще святым путем. Потому что если мы идем по этим бандитским улицам, то мы и станем такими же. А если мы душу свою направим на истинный и верный путь, то Господь хотя бы через наше стремление даст нам и то, что нам необходимо в жизни. Пока Он нам этого не дает, потому что видит, что нам это не надо, не полезно, да и не нужно. Слишком разболтались, расслабились и вообще стали жить так же, как живут и не христиане. А мы с вами Христова община, тело Христова. Если мы это забыли, то напоминаю об этом. И если нам это необходимо и нужно, то тогда надо к этому стремиться и воспитывать прежде всего себя и всех тех, кто так или иначе с нами связан. Желаю, чтобы эта внутренняя духовная связь со Святой Екатериной осталась в нашем городе, была жива, действенна, и чтобы воплотилась хотя бы через какое-то время в нужные и правильные дела и стремления тогда, когда этот день поистине станет настоящим днем города. Я вас всех поздравляю с праздником Святой Екатерины, ее молитвами Господь Бог да спасет и помилует всех нас с вами. С праздником! С праздником!